Приветствую вас. Итак, проблематика, которую вы описываете, заключается в очень сильной разнице того, как относится к вам мужчина. То есть до данного партнера ваши предыдущие партнеры относились к вам определенным обесценивающим образом, но при этом вас все получается в интимной сфере устраивало. А текущий партнер напротив относится к вам хорошо, но в интимной сфере проявляет себя не очень. И в принципе моя коллега одна из тех, кто, по-моему, довольно правильно вам сказал, что отношения это та история, которая развивалась со временем. Но я бы хотел обратить ваше внимание на несколько вещей. Во-первых, вы почему-то позволяли себе, предыдущим партнерам, обращаться с вами именно так. Может быть, это связано с определенным прошлым опытом вашим. Может быть, это связано с вашим восприятием себя, например, занятием на самооценке или ощущением, что только этого в глубине души вы достойны. И как такая своего рода компенсация достаточно яркая интимная сфера. Но, тем не менее, по ряду причин вы выбирали себе именно таких мужчин. И та субъективная сторона, сторона, то есть сторона выбора вами, таких партнеров, она, естественно, дает о себе знать и в отношении к текущим. Мужчины тоже. Вот. Только немножечко-немножечко с другой стороны. Это первое. Поэтому, если вы действительно хотите в себе разобраться, то нужно начинать сет. Дальше. Вы боитесь, что ваш партнер посчитает вас распутной девушкой, если заикнетесь ему про то, что вас не устраивает в интимной сфере. И здесь тоже важно поработать со страхом, с вашими страхами, потому что, ну, здесь то ли вы осуждения боитесь, то ли вы стыдитесь своих желаний, то ли вы боитесь, что вас сбросат. Так или иначе, нужно поработать с этим, чтобы разобраться. Следующий момент. Я посчитал ваши предыдущие вопросы, которые вы выдавали. И могу сказать, что вы производите человека в целом достаточно, наверное, импульсивного. Но человека, который при всем не относится в полной мере уважительно к своим желаниям. Потому что у вас есть ребенок, но вы, в сути по всему, не в восторге от того, что нужно делать. И есть у меня такое ощущение, что не в ладах вы со своей личной ответственностью. Вот. Из-за чего, конечно, тоже могут быть проблемы. По поводу неудовлетворенности. Что хочется сказать. Ну, о своих желаниях, о своих потребностях, естественно, нужно говорить. Иначе можно столкнуться с такой историей, что вы не будете видеть никакого другого выхода, кроме как измены. Чего бы, наверное, вам не хотелось бы. Поэтому говорить нужно о своих чувствах. Вот. Вопрос в том, как. Ага. То есть, сперва нужно разобраться со стыдом. Или с теми блокирующими моментами, которые не позволяют вам выражать свои чувства. Потому что без выражения вами своих потребностей, без выражения вами своих желаний у человека не получится узнать вас. Ну, вот. Собственно говоря. Какая вы. Да? То есть, вот. Что вы из себя представляете. Ну, не получится. Никак. Вот. Поэтому, здесь, важно стараться быть честным. с собой. Это достаточно важно. Мне кажется, что вы боитесь, знаете, вот, быть, слабой. Вот. Как-то, прослеживается. У вас, вот, в вашем тексте, да, прослеживается вот этот момент, что вы боитесь быть слабой, что вы не знаете, как это, вообще, быть слабой, и, ну, вам непривычно в этом состоянии, в этом положении, вы не очень-то себе доверяете. И это точно такой момент, потому что, возможно, несмотря на то, что вы говорите про активную сексуальную позицию, но, возможно, в этой сфере вы не совсем привыкли к тому, чтобы брать инициативу в свои руки, да, то есть вы привыкли, как бы, может быть, только отвечать. То есть вы привыкли, что вы отвечаете, вот, именно отвечаете. Но не привыкли, например, к тому, что проявляете инициативу как-то вот, как-то вот, ну, самостоятельно. И когда появилась в этом необходимость, когда появилась в этом нужда, вот, ну, оказалось, что вы не очень-то знаете, как себя вести, вот. И, на мой взгляд, в этом ничего нет такого плохого. На мой взгляд, в этом нет ничего аномального, но вам нужно это со мной принять, да. Вот. И учиться быть слабый, учиться принимать свои желания, а вы это делаете как-то вот, знаете, ну, как-то, я бы сказал, наверное, агрессивно, что ли. То есть такое ощущение, что вы готовы это забирать и вырывать, да, то, что вам дают. А когда к вам относится в целом хорошо, вы как будто бы и не уверены уже в том, что можно поступать вот так, как вы хотели бы поступать. Такая история, я на самом деле не претендую на истину, да. Вот. Сейчас я просто говорю то, как мне видится этот момент, вот, и, значит, я надеюсь только, что смогу дать вам определенную пищу для размышлений. Сейчас я бы хотел прочипать ваш вопрос, да, вот, и, значит, прокомментировать отдельные какие-то моменты, которые мне показались важными. Важно, ну, так, я не знаю, как себя вести с новым мужчиной и не знаю вообще, что делать. Ну, вот, я вам задавал вопрос, к сожалению, который до сих пор не получил ответа, вот, а момент этот достаточно важен. В зависимости от того, как вы относитесь к мужчине. Дело в том, что если к мужчине вы относитесь, вот, в целом, именно как к личности, да, если вы воспринимаете человека как личность, если вам он интересен, как, опять же, личность, если между вами достаточно общего, да, если между вами достаточно общего, то относиться нужно к нему ровно так, как вы считаете он того заслуживал. То есть, именно как человек заслуживает, так к нему и относиться. Это было бы более чем справедливо. Вот. Если общего между вами мало или общего между вами вообще немного, вот, то относиться к нему, опять же, нужно, исходя из того, чего вам хочется. Нужно таким образом понимать, что практически за любой вектор отношений вы будете определенным образом расплачиваться. То есть, это будет, вот, определенным образом расплата такая, вот, и платить вы будете тем, как будете ощущать, как будете чувствовать себя в отношениях и так далее. Поэтому, ответ на вопрос, как относиться к мужчине, лежит в следующей плоскости. Как относиться, чтобы что. То есть, эм, какова направленность вашего чувства к нему и какие, собственно, чувства вообще к мужчине, например, вы испытываете. Потому что, эм, от этого тоже довольно много чего зависит. Если вы испытываете к мужчине, например, эм, просто симпатию, это одно. Но, если вы испытываете более сильное чувство, это другое. Если вы, эм, ну, там, грубо говоря, эм, через него, через мужчину, эм, решаете, эм, определенные свои, эм, проблемы, да, определенные свои какие-то, какие-то моменты. Ну, это тоже, эм, немало важный аспект и, эм, нужно понимать просто, что в этом случае, эм, как бы это тоже, ну, накладывает отпечаток на, эм, ваше времяотношение. Дальше. У меня никогда не было такого мужчины, как этот. Раньше встречались все однотипные люди, которые были жадными и не тратили на меня денег. Ну, эээ, смотрите, если вы, эээ, значит, эээ, встречали, как вы говорите, только жадных мужчин, то, эээ, жадные мужчины, эээ, означает, эээ, только то, что вам, эээ, жаль на себя. Определенных эмоций вам жаль, на себя определенных, эээ, каких-то, можно сказать, проявлений заботы и вообще, в целом вы себя, я бы сказал, обесценивают. Вместе с тем, эээ, деньги для вас имеют значение. И я боюсь, что значение они для вас имеют, эээ, ну, в какой-то степени суррогатно. Среди деньгами вы пытаетесь что-то возместить. Так, наши отношения, в основном, сводились к сексу, пишите вы. Ну, опять же, эээ, что это значит? Да, если отношения сводятся к сексу, я думаю, здесь все достаточно очевидно. Вот, это означает, что вы к себе относитесь вот таким образом, что считаете себя достойной только такого рода отношений. Вот, либо через, эээ, подобные отношения вы, значит, пытаетесь что-то добиться. Либо вы, эээ, целенаправленно отталкиваете себя от серьезных отношений. Потому что ваше предповедение можно очень легко, эээ, рассмотреть, как именно, эээ, вот, страх такой, перед, перед серьезными отношениями. И, эээ, то, что у вас не получается с эээом текущим мужчиной, который, в принципе, эээ, может построить с вами серьезные отношения, да. Вот, эээ, то, как вы себя ведете, эээ, тоже может, эээ, свидетельствовать, к сожалению, о том, что, эээ, серьезных отношений вы можете бояться. Вот, и, и, эээ, ваш страх, эээ, серьезных отношений может вас отталкивать от человека. Дальше. Эээ, проще говоря, эти мужчины были одним слоем разглядяемые, что ли, но в постели с ними было очень хорошо. Мужчины ничего не стеснялись, были слегка нагловатыми, брали меня нахропом. Ой, кипели страсти. Ну, вот видите, эээ, в чем-то вы сильные, а в чем-то вы слабые, да, и вы привыкли быть слабые в одной сфере. Теперь вам приходится быть слабые немножко в другой сфере, вам это непривычно. Эээ, недавно я стал встречаться с мужчиной абсолютно другого типа, он сразу начал на меня тратить деньги и возить произвлечения. Но, опять же, такое ощущение, что хорошее отношение к себе, вы измеряете деньгам. Эээ, так же, на мой взгляд, не совсем понятно, эээ, что между собой. Дело не общего. Эээ, между вами и мужчины, что общего, что вас отлиняет, что значит, что вы начали встречаться, вы как-то познакомились, вы почему-то стали вместе. У вас что-то связывать. Ваши чувства, скорее всего, имеют определенную, ну, направленность и нас интересует, нас как психологов интересует именно это. Эээ, что между вами общего, между вами и мужчиной. Потому что, когда вы говорите, что стало встречаться, да, ну, извините, это не о чем не говорить. Ну, по крайней мере, да, это, вот, не о чем не говорить. А, для работы, например, с вами, для, ну, ну, как бы, для лучшего понимания. У вас, да, это необходимо, необходимо, необходимо лучше понимать, что между вами общего. Вот, ну, и, конечно, вот, примечательно, что вы выделяете вам то, как относится к вам мужчина, деньги и развлечения. То есть, опять же, здесь, в духовной сфере, в сфере чувства уделяется достаточно мало внимания. То ли вы это считаете для себя ненужным, то ли вы это обесцениваете, то ли вы просто не привыкли на это обращать внимание. Дальше, очень воспитанный, скромный, ему 46 лет, но он слишком скромный, даже через что, либо за этой скромностью стоит что-то другое. Хотелось бы знать, что. Ну, здесь, на мой взгляд, вы демонстрируете недоверие, то есть, опять же, вы не доверяете партнеру. Не доверяя партнеру, это не доверяя себе, значит, вы не привыкли доверять себе. Вот, а значит, у вас есть определенные сложности, скорее всего, с личными границами. Вот, потому что только человек, который имеет проблемы с личными границами, не доверяет людям. Вот, и, ну, опять же, почему возникает недоверие? Потому что человек пытается переложить ответственность за себя, да, пытается поставить ответственность за себя на другого. Вот, это не получается, это не получается, вот, и из-за этого возникает тревожность, постоянно тревожность возникает. Вот, а следствие чего, появляется потребность вот в том, чтобы постоянно доказывали, чтобы постоянно доказывали, доказывали на постоянной основе, что что-то одно, а не другое. Он без инициативный в плане секса, ведет себя отстраненно. Обычно на свидание, даже задолго до секса, мужчина стремится к тактильному контакту, лезет в целоваться, обнимает за талию, например. Ну, это стереотип, не каждый мужчина так делает, это ваш опыт, других людей, другой опыт, другой опыт. А этот ничего такого не позволяет, вот, вы используете здесь этот. Вот, вот, что вы вкладываете в этот. Понимаете, в таком контексте, я буду с вами честь, в таком контексте, нет ощущения, что вы относитесь к человеку уважительно. Есть ощущения, что вы относитесь к человеку как к такому объекту. Вот. То есть, как самостоятельно личность вы человека не видите. Вот. И мне кажется, мне кажется, что здесь, в общем и целом, довольно, довольно серьезная проблема. Вот. Поэтому, я, конечно, не уверен, опять же, да, я не уверен. Но, на мой взгляд, нужно рассматривать эту ситуацию, на мой взгляд, нужно относиться к ней серьезно, к этой ситуации. Вот. Что вы вкладываете в слово «этот». Дальше. Значит, «этот ничего такого не позволяет, во время прогулки неприятными задали. Сегодня мы ездили на природу, жарили шелыки, сидели отдаленно, не путем туда висеть, прийти ко мне приобносто, я уже пошла на хитрость. Говорю, ветер прохладный, пошли к машине, посидим». Ну, такое ощущение, что вы провоцируете человека на проявление к вам чувств, а сами, как раз таки, проявить чувства и нежность не готовы. Опять же, вы здесь говорите про собственную невозможность выразить свои чувства. Вот о чем вы здесь говорите. На мой взгляд, на мой взгляд, проблема в этом, именно в том, что вы не привыкли выражать свои чувства. Вот, и соответственно, если вы не привыкли выражать свои чувства, то, естественно, вам требуется помощь в этом. И в данном случае помощь заключается в активности, ну, в активности мужчины. И когда мужчины активность не проявляют, вот, то, соответственно, вам плохо. Что, в принципе, вполне закономерно, учитывая, что эмоционально вы, наверное, чувствуете себя неловко. Так, в машине начал приставать, произошел секс, они говорят, что надо было заняться на улице, но, в принципе, поцеловать не приступление. Ну, опять же, мы продвигал его секс, надо сказать, был просто отстой, абсолютно ничего не умеет даже поцеловаться. Ну, это опыт. У кого-то есть опыт, у кого-то нет. В общем, толку уже мало, я остаюсь голодный. Ну, здесь именно про ваше поведение в постели. Оно у вас сексуализировано. То есть, оно у вас демонстративное. Оно у вас такое вот, по большому счету, истеричное, на мой взгляд. Вот, то есть, что такое истеричное? Истеричное, это такое вот рвано-импульсивное, но не спокойно уверенное в себе. Я даже не знаю, как эту проблему речить через разговоры, но сначала через принятие в себе и в себе того, что вы хотите. Дальше, в общем, так, как об этом говорить со таким скромником, прямо. Я боюсь с этим задрагивать, потому что такой скромник вдруг сочтет меня девочке легкого поведения. Ну, это ваши собственные страхи, вы их приписываете человеку то, что он о вас еще не задумал. Ну, и эта проекция, то есть, перенос. Вы приносите свое собственное отношение к своему такому поведению. Возможно, это, опять же, компенсация. То есть, такой вот сексуальный аппетит, это компенсация внутренних запретов. С разглядяемой я спускалась во все тяжкие. Ну, опять же, какая ваша объективная сторона этого? Я привыкла к откровенным, значит, сексуальным действиям, а этот мужчина как будто боится сделать лишнее движение, как будто он чересчур приличный. Ну, опять же, вы не верите, с одной стороны, потому что то, что мужчина может быть приличный, а с другой стороны, повторюсь, у вас есть чувство стыда, с чувством стыда нужно работать. Так, значит, вообще заикаться, ну, опять же, вы говорите, боюсь заикаться. То есть, это ваши страхи. Значит, подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему, решаем ли она вообще? Да, решаем. Но выстраивается проблема, первое, из вашего отношения к самой себе. Второе, из отношений к мужчине. Вот. И третье, это из выстраивания адекватного общения. Дальше, я боюсь спросить девушке о легком поведении в его порадочных глазах, если затеет разговор о сексе, если начну что-то предлагать. Это ваш страх, я боюсь. Почему он так вообще себя ведет? Ну, психологи не читают мысли других людей о лесах, поэтому на этот вопрос. ответить, я думаю, можно будет только после непосредственной беседы с ним. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи!